Всем привет! В эфире очередной выпуск программы Тикитон Лайф. Если вы жаждете узнать, какой кинофильм заработал в казахстанском прокате больше всего и какому предстоящему мероприятию стоит уделить свое внимание, то эта программа для вас. Меня зовут Виктория Таргунакова и сегодня вы узнаете, спасет ли призрачная красота мир от звездных войн, как выглядит русский викинг и бизнес по-казахски. В десятке самых успешных событий Казахстана на прошлой неделе сразу три театра и семь спектаклей, и это не может не радовать. В лидерах «Спящая красавица» от столичного театра «Астана-Опера», спектакль «Леди» с участием Анастасии Волочковой, а также «Щелкунчик» под куполом цирка. В десятку также попали сразу три спектакля из золотой коллекции театра Лермонтова – «Ревизор», «Пижама на шестерых» и «Пигмалион». Театр имени Ауэзова порадовал постановкой «Тамирис», а разбавил сценическую братью хоккейный поединок между командами «Сарарка» и «Дизель», завершившийся в пользу последних. Работники кинематографа просто обожают выходные, даже больше, чем мы с вами. Вот и минувшие четыре дня отдыха пришлись им по душе. Заработок премьерных картин превысил все ожидания. Сиквел «Звездных войн», которого, кстати, особо не ждали, стартовал с лидирующей позиции в каждой из 54 стран проката. Казахстан не стал исключением. Практически 255 миллионов тенге за уикенд. Мировая копилка фильма составила 135 миллионов долларов. На второе место сместилась «Принцесса Муана». Третья неделя проката принесла мультфильму похвальной 198,5 миллионов тенге. В мире сборы картины просели до 19,5 миллионов долларов. Во многом потому, что студия «Дисней» не стала стравливать два собственные произведения и оставила открытие новых стран для мультфильма на период детских каникул. Замыкая тройку, призрачная красота. В мире картина заработала скромные 12 миллионов долларов, а вот казахстанцы, напротив, расщедрились на 139,5 миллионов тенге. Вот что значит громкий актерский состав и положительные отзывы первых зрителей. Общая картина кинозборов демонстрирует падение фантастических тварей сразу на три позиции. «Заработанные 35 миллионов тенге на пятой неделе проката навели меня на мысль, уж не преждевременно ли мы назвали этот фильм самым успешным в 2016 году для Казахстана. Но поживем – увидим». Что мы знаем о викингах? Это раннесредневековые мореходы. Выходцы из скандинавских стран, больше известны нам как норманы, а вот обитатели Восточной Европы называли себя варягами. По данным некоторых исследователей, именно они являются родоначальниками первых славянских государств – Новгородской, а затем и Киевской Руси. Именно об этом свидетельствует повесть временных лет. Российская картина «Викинг», созданная на ее основе, рассказывает об истории восхождения на трон Владимира Крестителя. Если помните, это именно он в X веке сделал Русь христианским государством. Но задолго до этого ему пришлось пройти немало испытаний, отказавшись совершать месть за старшего брата, убитого по случайности на охоте, Владимир в исполнении Данилы Козловского вынужден скрываться, а затем биться за справедливость, потому что для мира нужно больше мечей, чем для войны. Картина построена по крупицам, ведь свидетельства тех времен крайне малы, и говорить о них можно с той же свободой, как о «Властелине колец» применительно Круси. А вот сюжет кому-то сможет напомнить другую известную сагу об одном принце датском. Когда снова пойдет дождь, вспоминай обо мне. Ты предала всех! Смерти нет. Есть. И он может тебя спасти. Как много говорят о различиях бизнес-этикета в странах мира. От японцев нельзя дождаться однозначного ответа. Американцы могут вести с вами деловую беседу, сложив ноги на стол. А вот испанец не придет на встречу, назначенную в полдень, ведь у него фиеста. Что же касается Казахстана, то здесь человек человеку не волк, а Туискан, родственник. Вот и герой очередной авантюрной комедии «Бизнес по-казахски» пришлось применить всю свою врожденную смекалку, чтобы угодить иностранному инвестору. Как назло, все сотрудники его гостиницы поувольнялись. Видимо, руководитель из главного героя Жомарта не очень. Зато он отличный сын, брат, сват, внук, ну и так далее. Собрав всех своих многочисленных родственников из аула, Жомарт собирается реабилитировать свою гостиницу, ведь своих в беде не бросают. Режиссером картины выступил известный клипмейкер Женисхан Момышев, исполнителем главной роли и продюсером Нурлан Куянбаев. Интересно, участвуют ли в картине родственники известного КВНщика? Я управляющий гостиницы. Зовут меня Олен. Олень? Извините, помогите, пожалуйста, вещи донести. Чугол-тапт-мани. Руки-ноги есть, сам донесешь. Олень! 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 Ё-моё! Ты мне обещал, что мы поедем на Мальдивы, а вместо этого мы поехали в Каскелет. Новогодняя суматоха в самом разгаре. А это значит, настало время снова поверить в чудо. И помочь в этом могут многочисленные сказочные мероприятия. Для детей и их родителей череда ёлок и праздничная круговерть началась. В ближайшие пару недель нас порадует щелкунчик под куполом цирка. Новогоднее шоу Мурата Мутурганова с волшебством и фокусами. И даже дельфины празднуют Новый год со специальной новогодней программой. А для любителей оригинальных праздниц, Кантри Клаб Чемберлен поставил специальную новогоднюю сказку с участием лошадей, которые наверняка перевоплотятся в каких-то волшебных существ. И также не забываем про традиционные новогодние спектакли в наших дорогих театрах, оперы и балетах, а также драматических по всему Казахстану. Ну а для тех, кого волшебство по каким-то причинам не интересует, уже завтра пройдет уникальный фестиваль «Винтерна Матвайбс», на котором выступят самые креативные и прогрессивные артисты Казахстана. Лампы Оркестра, Мольда Назар, Мольта Лауд, Фаренгейт и многие другие. Ну а теперь, когда мы с вами знаем, в кругу каких актеров и артистов мы проведем самые ожидаемые часы досуга, самое время узнать имя победителя нашего еженедельного розыгрыша. Обладательницей двух билетов в кино на этой неделе стала наша пользовательница по имени Дарья Нейман. Поздравляем и желаем приятного просмотра! Если вы, как и Дарья, хотите оказаться обладателем двух билетов в кино, пожалуйста, участвуйте в нашем розыгрыше. Для этого необходимо всего лишь поделиться данной видеозаписи у себя на страничках в социальных сетях с указанием хэштега «PiketonLive38», а также быть подписанными на наши официальные паблики. Если же данный выпуск оказался для вас еще и полезным, пожалуйста, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. На этом у меня все. Я желаю вам приятного досуга. Пока!